Китайские коллеги 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 процветала под вечным небом и твердой землей. Слово предоставляется Сергею Георгиевичу Воронкову, генеральному директору компании «Экспортфорум», интернешнл-президенту Китайского делового центра. Уважаемые гости, здравствуйте. Михаил, разрешите поздравить вас с праздником китайской весны. Весна начинается и в России. В прошлом году мы встречались на этом празднике. Первый раз это было в шестом павильоне, он в два раза меньше. И нам было там тесно. Сегодня мы встречаемся в седьмом павильоне. И тесно уже здесь. Это говорит о том, какой интерес у российских граждан есть к китайской культуре. И именно поэтому нужно было создание китайского дома в Санкт-Петербурге. И год назад был создан китайский деловой центр. За это время проведено более десяти культурных мероприятий. Одно из самых значимых – это День Победы. Две страны, одна победа – освобождение Китая от Квантонской армии, которую мы праздновали в сентябре. Более пятидесяти делегаций из Китая официальных посетило китайский деловой центр. Более десяти соглашений заключено. Более двух тысяч специалистов принимали участие в работе центра. Мы будем продолжать эту работу. Мы будем развивать китайский деловой парк, который откроется в нескольких павильонах, около шестого павильона. И сегодняшний праздник – подтверждение тому, что мы с вами движемся в правильном направлении. Праздник и работа китайского делового центра проводится при поддержке правительства Санкт-Петербурга, Министерства иностранных дел Российской Федерации, Генерального консульства Китая в Санкт-Петербурге. Мы поздравляем вас с этим праздником весеннего вам настроения, здоровья, счастья и дружбы между нами странами. Спасибо! Слово предоставляется господину Чэнь Чжигану, председателю китайского общества в Санкт-Петербурге, вице-президенту китайского делового центра. С Новым Годом, дорогие петербургцы из Одессы! Это очень большой праздник, и мы сами удивлены, что в этом прекрасном зале собираются такие красивые люди. Это нам дает очень хорошее настроение. Огромное спасибо правительству Санкт-Петербурга и Генеральному консульству КНЕ в Санкт-Петербурге. Эспоформа Интернешн с большим душом объединили большие силы, сколько сможет, в том числе и китайское общество Санкт-Петербурга, ВНЕК и так далее. И открывает уже скоро катавшина китайского делового центра. Единственное, как только что говорил Сергей Григорьевич, будет российский и китайский бизнес-парк. За год существования мы глубоко чувствуем, что народы, горожане поддерживают эту идею. Сегодня мы все своими глазами увидели. Хотели, чтобы продолжали такую поддержку, чтобы здесь действительно была одна площадка, в этом полувековой нашей любимой Ленесфа, быть платформа, дружба и показатель наших двух великих народов. Спасибо. Новым годом! Слово предоставляется Дмитрию Вадимовичу Василенко, проректор по международным связям Санкт-Петербургского государственного экономического университета. Дорогие друзья, добрый день. От имени нашего университета и нашего ректора Игоря Анатольевича Максимцева разрешите поздравить вас с праздником весны и призвать вас использовать этот день как день знаний. Попробовать что-нибудь новое, вкусное, узнать что-нибудь интересное о китайском бизнесе, о китайской культуре, максимально учиться. Поскольку мы университет, мы вас всячески призываем сегодня учиться. Еще раз к праздникам, с Новым годом, ура! Слово предоставляется Андрею Ивановичу Агееву, региональному директору по России компании Western Union. Уважаемые посетители китайского праздника весны, дорогие гости, я рад видеть сегодня столько радостных, оживленных лиц. Я рад, что такой праздник сегодня состоялся и благодарю организаторов за возможность обратиться сегодня к вам. Мы все знаем, что российско-китайские отношения активно развиваются. Сегодняшний праздник еще одно подтверждение. Напомню, что с 2010 года Китай является торговым партнером России номер один. В прошлом, в 2015 году, Россия стала четвертым по популярности направлением для китайских туристов. К нам приехало на 60% больше туристов, чем годом ранее. Говоря об образовании, оно тоже стремительно развивается. Сегодня в России обучается около 26 тысяч китайских студентов и 17 тысяч российских студентов обучается в Китае. От лица компании Western Union хочу поздравить вас с наступившим праздником весны. Хочу отметить, что компания, являясь мировым лидером в денежных переводах, сегодня предлагает удобные, быстрые и недорогие денежные переводы между Россией и Китаем. Их можно сделать сегодня в 20-ти, в 36-ти тысячах отделений по России, в отделениях почты России, салонах, приготфон, банках. Одна из таких точек сегодня открыта и на территории Линэкспо в шестом павильоне. Есть древняя китайская традиция на Новый год дарить деньги в красных конвертах. Такой подарок призван отпугнуть злых духов и принести удачу в Новом году. Уверен, что сегодня никакие злые духи не помешают прекрасно провести время и отпраздновать приход весны. И желаю вам всем удачи в Новом году. Спасибо. Слово предоставляется почетному гражданину Санкт-Петербурга, профессору Михаилу Михайловичу Паврову. Дорогие друзья, мне пришлось в 49-м году впервые приехать в Китайскую Народную Республику. Это было страшное зрелище. После японской оккупации, после тяжелой войны, Китай поднимался и до таких поднялся высот. Вспомните недавно прошедшие Олимпийские игры в Китае. Это замечательные боевыступления, замечательный праздник. Китай не узнал. Китай вырос, окреп, стал могущественным государством и прекрасным нашим дружественным соседом. Я приветствую присутствующих. С Новым годом поздравляю вас с праздником весны. Поздравляю наших китайских друзей с этим праздником. И думаю, что мы будем долго идти одной ширинкой, одной дорогой. Еще раз с праздником. Китайский праздник весны 2016 года объявляется открытым. 2016 год. Продолжаем праздничный концерт. ЗВОНОК В ДВЕРЬ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Традиционный китайский танец, Танец Дракона. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова